Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова Но должны заниматься на самом деле не они, они не имеют права на самом деле эти рейды делать, нормально делать. Им нужно обязательно это делать с Роспотребнадзором. А, с Роспотребнадзором. Конечно, но сейчас этот Роспотребнадзор озабочен в основном ковидом. И как я понимаю, то есть проблемами с обеспечением людей масками, перчатками, антисептиками и проверкой предприятий на тему того, как там все сделано. Ну вот недавно они отчитались, что на три с лишним миллиона рублей штрафовали в области предпринимателей, у тех, у которых масок, нет антисептиков. Но это так, да, для справки. Да, но они лучше бы не штрафовали, то есть не пытались увеличить количество денег в казне таким способом. Они лучше бы занялись контрафактом. Вот это было бы интересно. И полезнее и для экономики, по большому счету, если правильно смотреть, и для людей в том числе. То есть, по крайней мере, люди бы не стали пить этот суррогат, а экономика бы видела, что ага, вот эта цифра, которая уходит. Ну, вот. Ты знаешь, мне кажется, для контролирующих органов, для упомянутого Роспотребнадзора, вот то, о чем ты говоришь, это неучтенная дешевая продукция, да. Это как такой гигант, вот эта слишком большая глыба, они просто не знают, с какой стороны подступиться, с какой стороны попытаться укусить. Ну, мне так кажется. Во-первых, слона, есть один единственный способ съесть слона, это по кусочкам, это первое. А второе, что значит, не знают, с какой стороны подступиться. Это техническая задача, это не бином Ньютона, как говорил кот-бегемот из книжки Булгаков. Это другая совершенно вещь, это ее можно решить. И самое главное, если у тебя вопрос стоит экономики и необходимости в этой экономике работать, эту задачу можно было бы решить. Это, понимаешь, вот меня в наших передачах больше всего веселит то, что мы с тобой занимаемся, как сказать, вот практически это интеллигентские разговоры на кухне. Про безалкогольные. Ну, естественно. Но знаешь, вот ты застал, не застал это время, я застал в Советском Союзе, когда все политические вот эти дискуссии, сплетни и так далее, вот обсуждение власти, реальной ситуации, оно все сосредотачивалось на кухне. Володь, Володь, извини, перебью, ты не поверишь, я недавно об этом задумывался, если не ошибаюсь, это раньше носило название, термин такой был, словосочетание двойное мышление или как-то, да, когда, или как-то, в общем, когда на публику одно, а на кухне совсем другое. На кухне поругать, пожурить. Мы, по-моему, возвращаемся в эти времена, когда мы, на самом деле, на кухне раскрываемся, становимся самими собой, и тогда вот уже говорим друг другу правду. Ну, двоемыслие, на самом деле... Двоемыслие, да. Да, да, на самом деле это термин из романа Оруэлла, 1984, где там... Знаменитая, да, антилутопия, знаменитая. Вот оттуда, но двоемыслие это не вариант, когда на кухне одно, а на публике другое. Двоемыслие это, когда ты думаешь про себя вот это, да, а говоришь совершенно другое, причем неважно в какой ситуации. Ты вот как бы, у тебя раздвоение происходит личности, да, то есть одной стороны, но это хорошим ничем не кончается. Как известно, термин шизофрения это расщепление личности, он так и переводится. Тихо сам с собой я веду беседу. Да, да. Вот, понимаешь, наши с тобой передачи, вот эти разговоры о контрафакте, о выпиющей ситуации с транснационалами, о поведении торговых сетей, о необразованности нашего народа великого русского, который до сих пор не научился читать этикетки, уже сколько лет читает, все не прочитать не может. Это все мне очень напоминает именно интеллигентские вот эти разговоры на кухнях, это обсуждение. Почему? Потому что никуда это не выливается. То есть мы с тобой говорим о чем-то, да, никакой реакции властей, никакой реакции правоохранителей. То есть люди спокойно сидят на своих местах. То есть мы существуем как бы отдельно, и наше мнение существует отдельно. Вот честно говоря, эта ситуация не есть гуд. Потому что вот когда в обществе есть мнения, которые не учитываются, это означает, что общество теряет контроль само над собой. То есть в моем понимании. Потому что настоящий контроль это знание. Ну, знание, понимание, учет всех вещей, которые происходят. Вот это действительно было бы власть, действительно было бы знание. А у нас как раз наоборот. Происходит не усиление власти, вот наивно думают, что закрутив гайки, мы получим какой-то интересный эффект. Не получим мы его. Подожди, какая-то фраза получилась не слишком понятная. Для меня кто теряет контроль над кем? Общество над собой или государство над обществом? Ну, государство, общество, для меня это две стороны одной медали. Мне-то удобнее. Государство над обществом теряет контроль. Я привык к этой фразе. Понимаешь, в чем дело? Ну, мы начинаем ударяться от Вятича и его проблем. Да, все, давай обратно возвращаться. Нет, две секунды в том плане, что без согласия общества никакие мероприятия государства невозможны. Это категорическая иллюзия на тему того, что мы приказали, они пошли. Так не бывает, они должны согласиться. Внутренне, внешне, неважно. Понял. Давай к твоим рабочим будням вернем. Сейчас время такое, предновогоднее. Многие пишут какие-то свои пожелания, высказывают, письма. Вот я со своими детьми, у меня два сына, семи и трех лет. Мы тоже недавно писали. Деду Морозу они уже очень ждут, что там им Дедушка Мороз подарит на Новый год. Самого Деда Мороза в связи с ковидом и ограничением по возрасту не будет. Шучу. Значит, смотри, письма к нам на завод приходят точно так же, все замечательно. Но последнее письмо хорошего, интересного парня из Воронежа, на которое мне, естественно, как пресс-секретарю завода пришлось отвечать. Ну, пришлось неправильное слово. Я, потому что отвечал я с большим удовольствием, тот человек искренне, совершенно пишет о том, что хотел купить продукцию Вятича. Вот хотел. У себя в Воронеже? В Воронеже. Обижал кучу магазинов, в частности, там красные, ну красные, белые, пятерочку, там магниты, еще чего-то. И не нашел. И вот что же это делается и как же это будет. Буквально два часа назад, вот по этому поводу расширяя тему, я говорил с московскими друзьями, и говорю, мы поставляем класс вятский, поставляем в Соединенные Штаты Америки, в Нью-Джерси. У нас два контейнера из Питера каждый месяц уезжают. Мы несколько вагонов каждый месяц по Трансибу гоним в Поднебесную. А восток, да, в Китае. То есть в Пекине, это я знаю, потому что мне китайцы об этом говорили, в Пекине, и в Нью-Йорке, потому что об этом мне говорили американцы, купить вятский квас, продукцию вятча можно, а в Воронеже родном и близком ее нельзя купить. Вот этот парадокс меня, я ответил, естественно, на это письмо из Воронежа, что ну как, ребят, ну лучше делать. Ну мы стараемся, мы пытаемся, мы делаем. Но мы вот так же, как наши с тобой беседы, это, знаешь, такие возгласы, пожалуйста, будьте добры, а может быть вы заинтересуетесь. То же самое. И если бы, понимаешь, если бы это решался вопрос, там, ценой, то есть мы слишком много просим. Нет, это полная ерунда. А подожди, а поясни тогда хотя бы вкратце, а как вообще эти экономические связи-то между производителем и конкретным городом налаживаются? Кто должен посыл дать? Что Вятич должен, может сделать, вернее, что город, да. Я понял тебя. В нашей стране ситуация с экономикой очень интересная, потому что от поддержки власти, то есть от конкретных указаний того же губернатора, к примеру, да, ну я не говорю про президента, который один раз сказал, что класс, надо продвигать, там, помогать. И в этот момент все завертелось, собственно, да, потому что после фразы Путина, что мы все-таки, кроме шуток, там, что-то надо делать, через месяц или два он уже стоял в Ашане, да. Это 5 лет назад было, 5 лет назад, да, в 2015. Да, да, совершенно правильно. То есть с массой других продуктов ВИАЧ, безалкогольных, естественно, ситуация абсолютно та же, то есть пока нет указующего перста. Мы говорили о том, что вот в Татарстане, в Пензе этот указующий перст есть, в Ижевске он есть. То есть там просто власти говорят, ребят, вот наши производители, будьте любезны, предоставьте им помощное пространство. Вот нас совершенно просто не волнует, как вы его там найдете, что вы там будете делать, кто вы такие. Вы на нашей земле находитесь, вы зарабатываете деньги здесь, причем надо учитывать, что торговые сети платят налоги не по месту размещения, а по месту головного офиса. Юридической регистрации, да. Конечно, конечно. То есть вот, допустим, у нас магнит в Краснодаре, ну в Краснодаре он платит налоги. Ну да, да. Да, а зарабатывает он в Кирове, я много раз говорил. Ребят, вот опять же возвращаясь к правоохранительным органам. Ребят, все замечательно, там можно, конечно, ловить за две копейки там этих несчастных ИПшников каких-нибудь, там убогих предпринимателей, которые там кредиты в миллион там выбивают с огромным количеством справок. Это не можно заниматься, да. Но, а вы не хотите посмотреть на деятельность тех же торговых сетей с наценками в 40%, в 40% это минимум. Это красное и белое, и за счет чего оно и процветает более-менее, за счет дешевизны. Потому что у них наценка всего лишь 40%. Всего лишь. А в магнитах-пятерочках она достигает 80%. То есть, понимаешь, количество денег, которое реально зарабатывает торговая сеть, оно исчисляется миллиардами не рублей. Вот в чем дело. И там количество и нарушений, и количество косяков огромно. То есть, ну притяните этих ребят за эти косяки. Потому что, на самом деле, механика воздействия очень простая. Ребят, вот мы закрываем. Ну, она договорная. То есть, она не совсем законная, эта механика воздействия. Это все правильно. То есть, мы закрываем глаза на фокусы, которые вы делаете, да. Ну, вот так скажем, полуприкрытыми, ни разу, глаза. А вы предоставляете поле абсолютное, простор оперативный для наших товаров. Но в нашей экономической ситуации это лучшее решение. Это лучшее, что можно сделать. Понимаешь, до тех пор, пока у нас не будет капитализма, а у нас его сейчас нет, то это галлюцинация на тему того, что у нас там демократия, капитализм и все остальное. У нас ничего этого нет. Я привык называть это диким капитализмом. Таким непричесанным, капитализм с ужасным лицом. С нечеловеческим лицом. Горбачев все время хотел построить социализм с человеческим лицом, но он согласен, вышел капитализм с нечеловеческим. То есть, похоже. Но, если бы, знаешь, вот возвращаясь к продукции вятич... Подожди, парню-то что из Воронежа ответил? Вот ты так свою боль излил, свою душу, или... И все на этом закончилось? Я, естественно, объяснил ему, что мы очень благодарны ему за отзыв, за то, что он искал. Он, кстати, могу тебе сказать... О, вспомним. Он искал рижское безалкогольное, разумеется, которое ему нахваливали. Рижского там, естественно, безалкогольного не было. И тут сразу вспомним... Кстати, если уж заговорили о безалкогольном рижском, сразу вспомним вот этот анекдот. Когда была устроена дегустация новых сортов, и на эту дегустацию, безалкогольных, разумеется, были приглашены московские биргики. То есть, ребята, у которых свои пивоварни, которые ведут свои блоги... Биргики – это сленговый термин, да, такой? Да, да, совершенно правильно. Кто производит, кто любит напитать. Кто разбирается. Кто разбирается. Знаток, в общем, да. Их очень немного. Они топовые были действительно приглашены сюда. То есть, я с ними поговорил, познакомился. Дегустировали мы достаточно долго. Атмосфера стала совсем дружеской, открытой, такой веселой, задорной. Длительная дегустация. Длительная была очень. Наверное, часа полтора дегустировали. Вот, вышли мы всей толпой, знаешь, в курилку. И так как начальства не было, я имею в виду, что ни Курагиных никого не было, там смотреть за ситуацией некому было. Я спросил у ребят совершенно, говорю, ребят, вот откровенно, потому что никого нету, ни Лукая, вы мне скажите, чем можно вот прямо сейчас сходу гордиться на Вятище? Вот тут надо учесть, что все эти люди, они не только не аффилированы с Вятищем, но сама мысль о том, что их можно взять купить, вот как, ну, просто как актера, там, не знаю, певца и так далее. Это бред, почему? Потому что именно их мнение и его, как бы, правдивость, точность их мнения, оно их и делает пивными, грубо говоря, пивными сомелье, да? То есть, если он, если как-то кто-то где-то выяснится, что он за деньги рекламирует, он из этой когорты вылетает мгновенно и пусть как шоумен работает. А учитывая, что работа с шоуменом это, в принципе, другое, это не пивной знаток, да? Вот. Я их, еще раз, я их спрашиваю, чем же можно гордиться на родном-то моем заводе-то? И хором, вот что меня абсолютно поразило, хором, не сговариваясь, ребята, рыжская, ну, тише немножко, ну, безалкогольная, конечно. Вот. И выяснилось, и совсем недавно Александр и Джон, очень известный человек в кругах этих биргиков, то есть, там в топ-10, наверное, по России он входит в 100%, если не в топ-5. Вот. Он опубликовал замечательный совершенно ролик, причем он переслал его, по-моему, в соцсети Вятича со словами, ну, держите свидетели Вятича, да? Вот. И там, во время этой слепой дегустации из, там, 10 или 15 образцов первое место заняло то же самое рижское от Вятича. Безалкогольное. Конечно, безалкогольное, разумеется. Вот. Совершенно потрясающий эффект. Это по поводу всех ребят, которые не совсем понимают вообще уровень продукции. Я по-прежнему думаю, что там что-то не так или что-то такое местное. Да вот и дыры, дыры, дыры. Это ерунда собачья абсолютно. То есть, ребят, найдите и джоновский ролик в сети. Это Александр и Джон. Он сотрудничал с заводом. Один, кстати, из сортов безалкогольного пива он и делал. Я его употребляю. Слушай, ну не могу не спросить, ты как профессиональный маркетолог в том числе, да, продвижитель, продвигатель продукции. Да. Раз уж такие хвалебные слова в адрес Рижского, может быть, есть мысли его в дальнейшем продвигать. Есть, понимаешь, вот есть как бы первоочередные задачи. Да. Но разорваться на тысячу кусков и заниматься всем подряд, ну, это невозможно, это неправильно. То есть, надо концентрировать силы на тех участках фронта, где можно продвинуться быстро. Это единственный вариант. А с Рижским и безалкогольным, разумеется, вот та же самая история, как, допустим, с Жигулевским, безалкогольным, конечно. То есть, это ретро-линейка, то есть, классический старый вяч еще с советских времен, это все сохранилось и с советских времен делается. И по Рижскому все абсолютно понятно безалкогольному, что лучше его... А, в этом ролике Джон произносит потрясающую фразу, которую надо выбить, короче, отлить в граните, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Значит, фраза следующая. В России существует только одно настоящее рижское безалкогольное. Это рижское святище безалкогольное. Вот просто так вот, да? То есть, это единственное рижское безалкогольное... Хорошо. ...которое действительно отвечает своему названию. То есть, это настоящее. Я не знаю, делают ли его в Риге сейчас. Я не уточнил, кстати, но можно будет. А с Жигулевским картина не менее забавная. Жигулевское, безалкогольное, разумеется, Институт пищевой промышленности, если я правильно помню, это был 67-й... Да, по-моему, 67-й год. Там было заключение кого-то из экспертов этого института о том, что после анализа образцов, дегустации и так далее, и так далее, лучшим в России производящимся жигулевским безалкогольным, разумеется, было признано жигулевское безалкогольное, разливающееся на Вятиче в Кировской области. Вот ты сейчас не лукавишь, да? Не привираешь ничего. Володя, это бумага... Просто проверить-то сложно. 53 года назад все-таки было. Володя, это бумага есть. Ну, Володь, ну что смешить, я тебе могу ее потом принести в студию и размахивать гордо. Ну, когда вот это... Не, я предлагаю опубликовать, чтобы все посмотрели, на сайте компании в том числе. А это бесполезняк абсолютный, потому что все вот эти публикации, да, это не в коня корм. То есть, я думаю, что нам нужно все-таки что-то по-настоящему массовое, типа привожения Вятича. Мы пока не знаем, как это правильно сделать, потому что вот скорость, с которой мир меняется, огромно. Ситуация постоянно перестраивается. То есть, будет ли работать просто телефонное привожение? Ну, то, что это телефонное должно быть что-то, мы точно знаем. Но каким оно должно быть, пока непонятно. Ну, это вопрос, скорее всего, следующего года будет решаться. Ну, было бы круто, если бы такой действительно ресурс появился. Можно было бы выкладывать туда наши программы и прямо под ними вот все материалы, да, которые можно посмотреть. Что там Маматов упоминал, а действительно ли это так, да? Да, это раз. Одна из функций. Плюс, ты представляешь, то есть, ты вот, я говорю что-то о Жигулевском, допустим, безалкогольном. Тебе все, что... К этому можно просто прикрепить документ. Ну, да. По Жигулевскому, безалкогольному, там еще есть смешная вещь. Его покупают у нас ребята из Самары. То есть, оттуда, где, собственно, Жигулевское варят. Понимаешь? То есть, альмаматор Жигулевского, да, или колыбель. Да. Это примерно так же, как у нас покупают немцы, да? То есть, немцы покупают на заводе, который построил немец, в России и везут к себе в Мюнхен. Вот точно так же ребята из Самары покупают у нас и везут к себе в Самару. Ну, вот как бы это говорит о чем-то, да? Да, безусловно. Ну, и закономерен, видимо, вопрос, так в чем же секрет? Вот смотри, 53 года, да, 67-й год. Прям ссылка на наш завод и сейчас, Рижская, безалкогольная, еще раз повторюсь, да, снова так высоко оценена. В чем тут заключается главная фишка? Почему на таком высоком уровне вот эти отзывы, действительно, экспертные, они следуют одно за другим? Понимаешь, в чем дело? То есть, а, ну, я сразу услышал, знаешь, вот где-то вдали голосочек, а что, Вячесич проплатил? Проплатил, конечно, все купили там, да, ой. Не хочется отвечать на эту ерунду, но все равно надо, потому что вот эти варианты, когда профессиональные бирги говорят об этом, или когда, ну, когда люди из Самары закупают жигулевское безалкогольное, у нас это просто товарные накладные, посмотри, я их могу показать. То есть, вот компания, которая там, вот она закупает здесь. А с биргиками, ну, ребята, возьмите, проще сделать, если вы сомневаетесь, позвоните анонимно кому-нибудь, найдете людей в сети, позвоните и спросите, а сколько будет стоить, если вот это? И вы услышите развернутый, я уверен, многоэтажный ответ на свое предложение. Все, пробуйте, просто попробуйте, один раз убедитесь, потому что я вот сторонник дзен-буддизма, и прямой удар в лицо, он гораздо лучше тысячи слов. Один раз попробуйте, попробуйте, и сразу все поймете. Ну, или не позвоните, напишите, эти люди, насколько я помню, они еще и в соцсетях активно представлены. Да, да, совершенно правильно. Публикуют свои изыскания, свои впечатления. Мы вот так достаточно активно подобрались к середине часа, значит, у нас сейчас должна быть реклама, полторы минуты она продлится, и мы вернемся, хорошо? На связи остаемся. Да, ты задал вопрос, откуда берется качество. Да, продолжим, продолжим, да. Продолжаем наше общение. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ветич» на связи. На связи, да? Да, вау, слышно. Продолжаем. Да, все хорошо, все хорошо. Возвращаемся к вопросу, о чем же это говорит. Вот такие действительно высокие оценки продукции безалкогольной, еще раз повторюсь, на нашем заводе. Что в основе? Вот смотри, сейчас мы ответим на это, но у меня буквально там пять секунд назад написали, что дегустацию, вот эту великолепную, прекрасную, да, где как раз вопрос парижского безалкогольного был, проводил Игорь Черский. Вот наберите в поисковике ребят, которые сомневаются, этого Игоря Черского, посмотрите, кто это, да, и потом задавайте свои вопросы на тему того, платил Ветич, не платил ли он вообще, как это все было сделано. Ну, это прям корифей-корифей, да, в данной теме? Да, да, это считается, ну, если не первый человек в России по уровню, ну, может быть, второй. Ну, ты мне переферистов, да. Кто у нас не первый, тот у нас второй. Да. Значит, а по поводу вот этой дегустации джоновской, где рижская была признана первым, у меня... Так, да. Выздоровливы, выздоровливы поскорее, да. Нам нужен чистый голос Владимира Маматова. Хорошо. Вот. И на этой дегустации Джона были представлены не только... На самом деле проводилась она по сортам пива до... безалкогольного, разумеется, до 100 рублей, да? То есть такой, ну, эконом-сегмент, на самом деле. Ну, я понимаю, почему, да. Потому что большинство все-таки потребителей ориентируется именно на этот ценовой сегмент, да. Да. Но там был импорт. Действительно, импортные сорта. Пау-ланер. Там еще что-то, еще что-то. Немецкие, настоящие немецкие импортные сорта. Не считая российских, да. И вот среди всех вот этих, это слепая дегустация, то есть там никто ничего не знал просто-напросто. То есть человек пробовал, ставил галочку, оценивал, и потом выводился в общий балл. Так вот, на этой слепой дегустации рижское безалкогольное отвятище у Хайдакова немцев, да? То есть вот и все, ребят. Мы им не привыкать. Ребят, вот, короче говоря, вот эти пау-ланеры ваши, все вот это, вот это, вот это и вот это. Ну, посмотрите Черского, посмотрите Джона, подумайте, походите. Можете взять, сами попробовать взять импорта, бутылочку, баночку и наше. И посмотреть, что получится. Очень интересный результат будет. Только вслепую это сделайте. Все. Ну, что тут еще добавить, да, действительно, человек должен сам попробовать, да? Конечно. Не-не-не, я вот всегда считаю, что насилие, оно ни к чему хорошему не приводит. Человек должен действительно сам, пожалуйста, вот возьми сам, сориентируйся на... Ой, еще раз извиняюсь. На свой собственный организм, а не на какие-то суету вокруг рояля, которые тебя впаривают, да? То есть не надо развешивать уши, надо снимать с них лапшу и, собственно, на вкус пробовать, что есть что. Ну, получишь результат правильно. Ну, так как все-таки получается добиваться таких высоких оценок-то? Слушай, я на самом деле вот в любом деле, в любом производстве, в любой вещи, которые ты делаешь, я вижу несколько составляющих. Первое из них это соблюдение технологий. То есть вот без разницы, чем ты занят, да? Ты занят там музыкой, значит, пением там танцами, наукой, чем хочешь, да? Или тубаретки строгаешь. Да, абсолютно не важно, что ты делаешь. Но если ты выучил базу, то есть если вот основа у тебя выучена, если кто-нибудь посмотрит рисунки, то есть картины Малевича, не один дурацкий черный квадрат, да? Потому что когда говорят Малевич, обычно говорят черный квадрат, больше ничего не знают. А посмотрите портреты, которые делал Малевич. Или посмотрите рисунки Пикассо. Не вот эти выкрутасы, которые он на потребу буржуев делал, а посмотрите настоящие его вещи, которые он делал. У него есть они на самом деле. Хотя сам он в конце жизни признавался. Ну да, ну конечно, я просто зарабатывал деньги и парил мозг. Ну вот так вышло. Так, то же самое и здесь. У нас на Вятиче производится по немецкой технологии, заложенный Шнейдером. Вот как он немец этот заложил в 1903 году, так до сих пор машина едет. И, производя по этой технологии, просто строго, четко, ясно, понятно, выдерживаются семь основных стадий процесса. Семь правил, да? И самое главное, никаких ингредиентов, которые запрещены немецким законам о частоте пивоварения, у нас тоже не используются. То есть мы используем только то сырье, которое нам завещал товарищ Шнейдер. Подчеркну немецким законом, а не российским. Да, да. То есть, ну нет, в Южной Африке варят пиво безалкогольное, разумеется, из сорга. Или что-то еще там. Ну, короче, в конкретной местности какой злак распространен наиболее? Ну, в каждой избушке, конечно, свои погремушки, но что именно... Короче говоря, в оригинале, в оригинале, в пиве безалкогольном, разумеется, ничего не может быть, кроме вот этих четырех ингредиентов. Все. То есть могут меняться сорта солода. Могут меняться... Вода, хмель, солод, дружина, помню. Совершенно правильно. Все это может меняться. Самое главное, процесс может регулироваться очень сильно. Но у изготовления всегда есть сроки. Они составляют порядка 30 дней. То есть, грубо говоря, месяц. Меньше месяца ничего не делается. То есть, для того, чтобы просто продукт соответствовал тому, что написано снаружи, на бутылке, на банке, не знаю. То находится внутри. То есть, у тебя нет варианта, что ты открываешь вяч, а там что-то другое, понимаешь, не то. Этого нет. И слава тебе, господи, лет 20 уже нет, наверное. Ну, 15 точно. И, соответственно, ты выдерживаешь технологию раз, следишь за сырьем два, и ты основой всего имеешь качество. То есть, внимание к деталям. Вот я сто раз говорил о тему того, что люди ходят по цехам в шапочках, халатах. Там полнейший контроль. Почему? Потому что любая зараза, которая, не приведи, господи, попадает в процесс, она тебя гробит. Там, не знаю, ну, сколько у нас тонн минимальная варка? Там 12, по-моему, или 16? Да? То есть, ну, представляешь себе, что такое потерять 12-16 тонн напитка? Ну, было бы, конечно, лучше, если ты в рубли перевел это все. Но я так понимаю, что сумма неплохая получается. Ну, давай посмотрим. Ты 12 тысяч, да? А, вот меня поправили... Сколько стоит 12 тонн запороть продукт продуктом? Меня поправили 120 тонн, на самом деле. А, 120 тонн. Да. Разовая варка. Да, да. Так вот, 120 тонн этих, да? Ну, потому что грохнет у тебя по всем этим варочам, как я понимаю. Вот, если пойдет. Значит, 120 тонн – это 11 миллионов в деньгах. О, нормально. То есть, это себестойка. Это не, извини меня, пожалуйста, не продажный отсылок. Я понимаю, понимаю. То есть, непосредственно из-за отраты на это. Совершенно правильно. То есть, именно из-за этого, именно из-за этого, ты не то, что не должен допустить ничего на завод, да? То есть, ну, там магнитные пропуска, эти антисептики, все, все, все. Это было еще до ковида, понимаешь? То есть, наверное, когда там все удивляются сейчас на вечеринке. И останется после ковида, надеюсь, да? Нет, я надеюсь, что с проходной хотя бы уберут антисептики и измерение температуры. Нет, я имею в виду такая щепетильность, такое внимание к деталям, да? Нет, щепетильность и внимание к деталям – это основа технологии вообще, в принципе, да? То есть, ну, как бы, это неправильно так говорить, не основа технологии, а условия, при которых технология соблюдается. Вот мне чертовски нравится и брожение, и дображивание, да? Потому что, представь себе, месяц практически, ну, там меньше месяца, но неважно, при температуре где-то минус 6, минус 4 градуса, да? То есть, ну, там разные температуры для обоих процессов. Вот, 28 дней, мне бы сказали. Ну, все правильно. Ну, вот эти 28 дней выдерживается напиток для того, чтобы ни сивушных масел, ничего там не было. Подожди, подожди, не минус 6, а плюс, плюс, по-моему, все-таки 6. Ну, плюс, это я уже говорил. Прохлада такая хорошенькая. Да, да. Вот, и теперь представь себе, сколько денег, да, уходит на то, чтобы охлаждать эту массу. Месяц. Разом. Да? То есть, электроэнергию, ну, мне подсказывают, электроэнергии, да, естественно, но электроэнергия – это деньги, огромные деньги. Знаешь, и все это надо держать в холоде. Угу. Не, посмотри, как... А, 150 тысяч киловатт на одну варку уходит. 150 тысяч киловатт. Мне трудно перевести в деньги, я давно не платил. Ну, вот сейчас в Кирове с газовой плитой люди по 4 с небольшим рубля платят. Вот умножьте на 4, 150 тысяч. Вот и получите сумму. Это, а, это в месяц, да. Ну, 600 тысяч получается, 150 на 4. Если я правильно помню, электроэнергия для промышленных предприятий, она дороже стоит. Ну, суть не в этом. Да, ну, да, я просто на людях конкретно. Ну, вот, понимаешь, вот эти моменты, да, то есть, да, мы тратим на охлаждение вот эти деньги. Да, холодильные установки, которые стоят на вятище, да, они стоят там несколько штук. Они стоят, как хорошая Феррари, да. То есть, по идее, можно было купить Феррари и гнать вот эту шмурдяк, который гонит транснационал. Ну, вот, вот это отношение к работе, на самом деле. То есть, ты или же все-таки горди, можешь гордиться. Вот я тебе, помнишь, рассказывал, ну, 5 секунд назад рассказывал, что хором эти биргики мне говорят. Рыжская, рыжская. Понимаешь, когда я спросил, чем можно гордиться на вятище. Вот, вот, вот сходу, ребят, не думая, ответьте, вот чем, вот этим, да. То есть, ну, сейчас-то сорта мы подтянули практически все. То есть, у нас вещей, которые, как бы, чуть-чуть проваливались там, у них уже нет. То есть, что-то не возьми, это соответствует абсолютно своему ценовому показателю и качеству. То есть, это настоящая вещь. Володя, я прошу прощения, у нас пара минут, нам звукорежиссер подсказывает. Всего лишь пара минут остается, поэтому то, что самое важное сейчас, видимо, то, что не успели сказать. Да, самое важное и, пожалуй, что самое интересное, это все-таки линейка 31. Вот зеленая, с которого все начинается, это базовый сорт, да. Зеленая 30, а не безалкогольная, разумеется. Вот вдуматься надо только в одну вещь. Ничего похожего никто сюда не привезет. Почему? Потому что никто не рискнет тащить что-то с коротким сроком сюда. То есть, с риском того, что это не продастся и придется возвращать. То есть, мы пошли на этот риск, нас поддержали. Я очень надеюсь, что у нас вот уровень поддержки населения, в первую очередь, да, то есть, уровень потребителя, уровень поддержки по зеленому 31 вырастет. То есть, он станет больше еще. И сейчас уже неплохо, но я надеюсь, что мы подрастем. Пара слов все-таки о новом сорте. Красная 31, правоприемник такой, да, зеленого, о котором только что мы говорили. Первые итоги запуска продаж можешь осветить сейчас? Ну, первые итоги, оно подтягивается к продажам зеленого 31. Один, следует, вот вся ли, вот красная 31, оно шагает по планете, то есть, по Кировской области пока только, к сожалению. Куда оно дойдет в ближайшие там месяц-два, мы посмотрим. Я думаю, что какие-то итоги по красному мы сможем подвести в феврале. То есть, уже когда, да, уже после старого нового года, там, неделька, другая, третья, сможем подвести. Но, вот новые сорта, сами по себе, мы об этом не успеем поговорить. Но мы в следующем передаче, да. Да, но это не инструмент маркетинга. Это создание того, что хотят люди. То есть, вот такой матрицей, которая подходит людям, действительно. Это работа, действительно, общественная. Вот, как это не смешно звучит, это общественная работа. То есть... Спасибо, да, я понимаю, что еще хочется там договорить. Но, увы, все, нас выгоняют, уже у нас сейчас будут новости в прямом эфире. Все, не страшно. Давай, до встречи. До встречи, да, в следующий вторник в это же время. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании ВЕЧ. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»